Сторонникам блока «Сербия против насилия» не удалось захватить здание Белградской мэрии. Недовольные итогами выборов парламент пытались штурмовать здание, били стекла, бросали камни, но были оттеснены и разогнаны полицией. В результате беспорядков было задержано 38 человек. Всего перед зданием собралось порядка 7 тысяч. Президент Сербии Александр Вучич обратился к народу из резиденции, которая расположена в 100 метрах от Белградской мэрии, куда пытались прорваться оппозиционеры. Он назвал случившееся попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа. Вучич также провел переговоры с послом России в Сербии. Власти страны сообщили, что об организации беспорядков их предупредили российские спецслужбы. Коалиция во главе с правящей сербской прогрессивной партией президента Вучича получила 48% голосов и абсолютное большинство мест в парламенте. Прозападный блок «Сербия против насилия» получил 24% голосов. Оппозиционная коалиция не признала результаты выборов в Белграде, а затем и потребовала провести новые парламентские. Оппозиция утверждает, что в город на избирательные участки организовано доставили 40 тысяч человек, в основном из республики Сербской, части Боснии. Сербия была первой страной, в которой состоялась так называемая цветная революция, сейчас известная как Майдан. Именно таким путем в 2000 году был свергнут президент Милошевич. Редактор субтитров А.Семкин